Заработная плата сотрудника ГСЧС Второе. Полностью изменена структура, предложена к изменению структура службы чрезвычайных ситуаций. Мы ликвидируем в том виде, в каком ее привыкли осознавать, пожарную инспекцию. После того, как мы примем соответствующие документальные решения, решениями кабинета министров и законодательные акты, будет следующая ситуация. Все группы объектов будут разделены по рискам. Например, ларечек, торговая, столовая, магазин или небольшое предприятие не будут отнесены к зоне высокого риска. А к зоне высокого риска будут отнесены государственные предприятия, публичные школы, атомные станции, электростанции, плотины и так дальше. Их будет проверять специальная инспекция. А все остальные объекты пойдут, как это во всем мире есть, под категорию страхования, которые будут застрахованы. Предприниматель будет общаться с таким же предпринимателем, страховщиком. И здесь не будет никакой ситуации для коррупции, как это сейчас было. И надеюсь, что это полностью снимет негатив с благородной профессией спасателя. Вторая компонента, мы тоже переходим к нервовой практике неизобретая велосипед. Мы вводим понятие пожарника-добровольца, спасателя-добровольца. Скажу, что во всем мире это ключевая компонента спасательной службы. Например, в Соединенных Штатах 80% пожарных это пожарники-добровольцы. Это молодые крепкие ребята, которые при определенных условиях помогают профессиональным пожарным, которые составляют костяк и дают стандарт. Третья компонента, вот эти самые новые пожарные депо вместе с профессионалами и пожарниками-добровольцами будут децентрализованы, выведены из прямого государственного подчинения. Здесь будет двойной уровень подчинения. Государство будет контролировать уровень стандартов и правил, а местные муниципальные власти будут вместе координировать эту ситуацию. Это компоненты. Третье, мы, как я уже сказал вначале, меняем состав материально-технического обеспечения, мотивации. И это тоже очень важный компонент. У нас порядка 75 тысяч на всю страну людей, работающих в пожарно-спасательной службе. И это очень серьезное изменение качества жизни, которое, надеюсь, будет в ближайшее время ощутим. Я полагаю, что к исходному бюджету, который у нас сейчас есть, нищему совершенно, нужно добавить порядка 4 миллиардов на первом этапе.